Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды, соответственно, наша с тобой традиционная для среды утренняя встреча. Мы обсуждаем с технической и фундаментальной точки зрения, друзья, общую рыночную ситуацию и делимся с вами наблюдениями, где сейчас есть хорошие возможности, которые нужно использовать. Мотивируем вас в принятии торговых решений, потому что я знаю, зачастую не хватает какой-то дополнительной помощи в анализе, необходимой помощи, чтобы в итоге это торговое решение принять. Сегодня, как я говорил в понедельник, у нас встреча буквально за несколько часов до очень важного события. Это заседание американского регулятора. Это, как правило, двухдневное событие, то есть заседание, первая часть, она прошла еще накануне, сегодня будут подведены итоги. Волатильность точно будет значительной, движение финансовых активов, ну вот сами, друзья, увидите, каким бы инструментом мы не торговали сегодня, действительно все будет мощно ходить. Не хочется переоценить, конечно же, влияние ФРС на рынок, но стоит отметить то, что это заседание, но не совсем обычное. Это заседание, когда уже априори заведомо, практически на 100% известно, что может сказать американский регулятор. И может быть, это заседание станет судьбоносным, опять же, для многих категорий финансовых активов, потому что сегодня ФРС анонсирует, я думаю, что план изменится, начало сокращения программы количественного смягчения. То есть прелюдия, небольшая пару слов в качестве вводной, 120 миллиардов долларов. Эта программа для американского регулятора сейчас составляет, на такой объем покупаются облигации ежемесячно, по планам ее сократить на 15 миллиардов, возможно, с декабря уже, и продолжать такими темпами срезать ее вплоть до лета, то есть, в принципе, на полный выход при таких темпах понадобится 8 месяцев, а потом уже позадачиться сроками повышения процентной ставки, что окажет еще большее влияние, безусловно, на динамику доллара, на потенциально фондовый рынок и на все другие финансовые активы. Поэтому, друзья, я сегодня, опять же, Виталий, если там у тебя есть с точки зрения техники, какие-нибудь интересные по индексу доллара, было бы неплохо послушать и технические моменты и их составляющие. Также хочу отметить, что следующая наша встреча с Виталием пройдет в понедельник, когда уже состоит заседание Банка Англии и заседание ОПЕК. Это событие завтрашнего дня. То есть, если вам, друзья, интересно торговать фунтом, либо вы следите за рынком нефти, имейте в виду, что завтра будет очень насыщенный день, так же, собственно, как и все завершение этой недели. Контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Ну, а я сегодня с позиции фундамента пробегусь по вот этим активам. Начнем давайте с фондового рынка, потому что его просто невозможно не отмечать и не комментировать, потому что каждый день это новый исторический максимум. Вот сегодня уже буквально несколько пунктов остается и будет 62-й раз, как СНП обновит Ахай. Очень интересное наблюдение Банков Америка, что ноябрь-декабрь – традиционные, довольно сильные периоды для американского фондового рынка, если даже брать за основу статистику аж 36-го года. И в 80% случаев, даже больше, эти два месяца были суперрезультативными для фонды, особенно декабрь. Мы помним вот эту тему, связанную с рождественским ралли, которое обычно позволяет индексам освоить новые локальные-рекордные максимумы. И возможно, что сейчас такой хороший заряд бодрости в виде сезона квартальных отчетов. Мы видим, что ноябрь – это точно не исключение, потому что ноябрь очень неплохо был начат американским фондовым рынком. И я позволил себе поставить даже цели 4700 и 5000 – это прям тем, кто хочет протестировать какую-то круглую цифру. Если, друзья, вы также верите, как и многие участники рынка, в том, что рост продолжится, покупайте фондовый рынок и ориентируйтесь на уровни, которые я обозначил. Чтобы оправдать инвесторское поведение, возможно, их действительно можно понять, потому что сейчас нет более-менее нормальной альтернативы. Но в рынок облигаций не хочется лезть, потому что там с учетом инфляции вообще отрицательной доходности. Криптовалютный рынок – это отдельная история, по-прежнему для многих неприемлемы такого рода риски из-за волатильности, которая наблюдается там. Фондовый рынок, несмотря ни на что, несмотря на вообще любой новостной фонд, продолжает как-то мотив перейти вверх и переписывайте максимум. Так, по поводу британской валюты. Сейчас котировки 1.3612. Оставляю в силе прежнюю отложку, немножко ее подтяну к уровню 1.37. Раньше она была на уровне 1.3730. Это байстоп в расчете на то, что фонд выстрелит после завтрашнего решения Банка Англии, если британские регуляторы все же повысят процентную ставку, как ожидается. Завтра в этом убедимся. Это увидим и в понедельник уже тогда обсудим. Если решение будет действительно таким, как прогнозируется, то весь негатив, который связан сейчас, опять же, с острой ситуацией с ковидом в Англии, где количество заболевших за сутки снова выше 40 тысяч, реакция позитивная фунта, она даже переплюнет негатив, связанный с эскалацией напряженности в отношениях между Великобританией и Францией сейчас по вопросам рыболовства. В общем, я верю в такой сценарий, считаю, что фунт может показать себя во всей красе, потому что нечасто мы ориентировались на возможные изменения процентной ставки после периода начала ковида. И не нужно недооценивать тот эффект, который может быть оказан на соответствующий актив, если такое решение принимается. Так, рынок нефти. В прошлый раз давал рекомендацию, к сожалению, рынок остался в боковике, но заработала отложка, сделка была закрыта по стоп-лоссу, потому что выше 84-70 бренд так не ушел, дал коррекцию. Завтра в заседании ОПЕК. Я думаю, что страны, участники аналитического факта не станут увеличивать и дополнительно наращивать объем нефтедобычи сверх ранее установленных лимитов. И если эти ожидания оправдаются, то рынок нефти так и останется в состоянии дефицита, что, безусловно, будет поддерживать рынки добычи. Поэтому давайте вернемся все-таки к уровню локальных сопротивлений. В данном случае это отметка 85 долларов за баррель. Ранее ориентировался на 86. Ну, кажется, крутовато. 86 – это больше 3% просто текущих значений. Хочется поучаствовать в ралли, который потенциально может пойти завтра. Поэтому, друзья, 85 байстоп – это на бренд покупки. Стоп-лосс на отметке 83.50. И ждем уже к 90 поближе. У нас будет для того, чтобы рынок показал такое движение. Четверг, пятница. И вот азиатская сессия понедельника, перед тем, как мы с Виталием не выйдем в эфир. И что касается сегодняшнего решения ФРС по индексу доллара, сейчас котировки 94.06. Я предлагаю рискнуть заширтить прямо сейчас с топ-лоссом на уровне 94.60. Опять же, программа количественного смягчения, ее коррективы – это то, что уже, скорее всего, заложено в курсе, в ценах. И мне кажется, что настроение сегодня перед заседанием ФРС может очень неплохо испортить отсчет EDP по американскому рынку труда. И если статистика была действительно плохой, как следует из прогнозов, то тогда ФРС просто будет обязан отметить, что перспектива повышения процентной ставки уезжает на совсем неопределенное время. А это уже далеко не жесткий комментарий, который мог бы поддержать позиции доллара. Поэтому шорт для меня сегодня в приоритете. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Я отключу видео, потому что… Да, давай. Просто буду делать демонстрацию экрана. Надеюсь, сегодня будет все нормально работать. Если нет, то я скажу там свои уровни для принятия решения. Итак, пройдемся по тем идеям, которые я обсуждал в понедельник. Скажи, видно рабочий экран? Загрузился сейчас. Загрузился? Да. Итак, обсуждали несколько инструментов. Начнем с австралийского доллара. Так как на этой неделе было событие, заседание Центрального банка Австралии, по технике я видел шорт. Он, в принципе, неплохо себя отработал. То есть в понедельник мы находились где-то на отметке 75. Предлагал шортить с уровня 75. Первый вариант. Второй вариант – с отката. То есть если закроется там понедельник откатным, и очень красиво, вот он закрылся, и мы вчера во вторник ушли вниз. Красиво. Также данную идею я транслировал своим ученикам. Мы очень активно торговали на австралийский доллар, новозеландский доллар, канадский доллар. Эти активы показывали на рост доллара. На текущий момент пока не рынка. Почему? Потому что вот то накопление, которое было у нас по австралийскому доллару, оно себя отработало. Здесь, возможно, будет какая-то коррекция. Возможно, я даже думаю, что каких-то телодвижений сильных не будет сегодня на ФРС. Возможно, ближе к этим нон-фармам. Почему? Потому что нужно что-то новое нарисовать. Но это я так думаю. А как оно будет, посмотрим. Поэтому кто шортил, возможно, зафиксировать данную сделку. Это первый вариант. Второй вариант – зафиксировать часть сделки без убытки и, возможно, ожидать на более сильное движение вниз по данному инструменту. Дальше. Канадский доллар аналогично был за лонг. Покупали с ребятами тоже. Им писал ученикам. Давал даже сигнал подписчикам. Красиво купили в понедельник. Вот как я говорил, что желательно бы закрыть откатную дневку. И мы как раз под конец дня вот здесь купили в районе 1,2360 с копейками. Часть уже закрыли, так как мы находимся возле верхней границы без убытки. И дальше ожидаю вверх по данному инструменту. Конечно, мы можем сделать сегодня еще какой-то откат. Главное, чтобы сильно не провалились вниз. То есть у нас видно здесь такое локальное поджатие. И с этого поджатия мы или с текущих идем в рост, или еще будем снижаться в район 1,2370. Здесь тоже стоит присмотреться к покупкам. Поэтому точка с текущих снова покупать чуть-чуть рискованная. Посмотрим ближе к ФРС или ближе к Пятнице. Возможно, что-то будет более красивое. Но в итоге я по данному активу за лонг. А там уже будем смотреть. Потому что сейчас на рынке ситуация такая шаткая. Дальше что еще было? Золото. По золоту говорил, что стоит наблюдать за трендовой линией. Которая у нас образовалась в октябре. То есть у нас был такой локальный восходящий тренд. На прошлой неделе я всю неделю говорил, стоит рассматривать шорты. И в понедельник сказал, что если удержим трендовую, то скорее всего будет шорт. Я сам не шортил, но с учениками разбирал, что есть импульс, есть откат, ретест. И локально мы его отработали. Дальше вижу пониже золота. Но будет ли оно с текущих, или мы еще сходим на ретест понедельного хая. Посмотрим. Ближе к ФРС, а возможно, даже, как я уже сказал, ближе к фонфармам. Что-то более красивое будет. Дальше, что еще? По биткоину, вчера как раз писал, с ребятами обсуждали, позавчера-вчера, что стоит рассматривать покупку по данному активу. Ранее предполагал шорт, ложный пробой. Мы его локально отработали. Но дальше я заметил, как последние дни его покупают. Аналогичная ситуация мне напомнила август текущего года. Вот эту картинку конец августа. Просто аналогичная. Я думаю, что мы имеем шанс уйти наверх. Но нужно осторожно. То есть 63, если покупать, то обязательно стоп-лосс за вчерашний минимум, потому что можем провалиться и уйти хорошо вниз. А так пока смотрится данный актив на покупку. По фунту. По фунту здесь тоже обсуждали с ребятами. И есть дивергенция на часовиках. Нет никакой модели дневной, как по другим активам. Это как было по стилийскому доллару, новозеландский, канадский доллар. Здесь есть сугубо дивергенция на часовиках. И, возможно, она сегодня уйдет наверх. Что это будет за движение? Это будет какой-то локальный откат. И дальше вниз до конца недели. Или сильный рост. Время покажет. Но секущих можно купить. Даже не ждать той лимитки, которой ты говоришь. Хотя, возможно, она будет более надежная. То есть покупка секущих в районе 1.36.00, 1.35.85. За вчерашний минимум. Возможно, стоп-лосс поставить. Ну, это такой слабенький сигнал, но тоже, предполагаю, возможно, движение наверх. С минимальным риском, потому что здесь только дивергенция. Никаких каких-то сильных паттернов нет. Дальше. Ну, по индексу доллара, что я могу сказать? Ситуация пока шаткая. Вот мы, кстати, на прошлой неделе четко отбили сутрендовый. В районе 93 с копейками. Я пока... У меня такое там 50 на 50... 51% я за лонг, да. Возможно, где-то купить или с текущих, или подождать ртеста, докупиться, возможно, 93.85. Это вчерашний минимум. С целями на перехай. То есть это 94.55. Ну, здесь нету сильной волатильности, ну, и небольшие стоп-лоссы. Поэтому стоп-лосс где-то в районе там 93.70. Можно закинуть, если с текущих покупать. Если уйдем ниже, там докупиться, и там чуть-чуть стоп-лосс сдвинуть, там 93.50. Но нужно осторожно, обязательно стоп-лоссы, потому что здесь не исключаю, что мы можем, если перекроем вот этот импульс, который был у нас на прошлой неделе, здесь дальше образуется какое-то среднесрочное движение вниз. Пока очень сложно. Не знаю, будет ли движение на ФРС. Ближе к вечеру, там еще посмотрю, что торгуют. Но пока я за лонг, но очень-очень аккуратный. Вот так. Вот те ребята, которые, там, скажем, ранее шартили там австралийский доллар, покупали канадский доллар, то, возможно, рискнуть там с покупкой индекса доллара ту часть прибыли кинуть на покупку данного инструмента. Или там распределить на другие активы. Ну и нефть, да, вот мы не поговорили о нефти. Очень удачно вчера, точнее, позавчера зашартили. То есть в чем была суть? Я, в принципе, понедельник говорил, что по данному активу картинку я не показывал, потому что не смог показать понедельник. Я за шорт. Почему? У нас тренд, который последние два с половиной месяца, да, у нас, в общем, тренд большой. Там за последние, там, полтора года восходящий. Но берем локальный тренд последние два месяца. Мы его, почему я понедельник говорил за шорт? Мы его сломили и пошли на РТС. Вот видно красиво, как мы здесь раса тестировали, два, три. И вчера, точнее позавчера, мы шортанули где-то в районе 84.60-70 в этом диапазоне. И уже часть прикрыли. Кто ранее не шортил, возможно, ну, текущие цены, конечно, плохи для шорта, но что имеем, то имеем. То есть 83.20 шорт с текущих, если откатим еще в район 84.20, это к локальному хаю ночному, возможно, дошортить с общим стоп-лоссом за 85. И снижение у нас, возможно, в район 81 и, возможно, ниже. До конца недели, возможно, будем добивать данный инструмент. То же самое Lite, в принципе, касается. Еще был такой, скажем, такой случай у нас. Вот, допустим, смотрим котировки компании Markets. Мы с ребятами шортили вчера там вот в этом диапазоне там 84.60-70 со стоп-лоссом за хаи. Там в районе 85.70. И получается, в некоторых моих подписчиках, клиентов, котировки по марке Brent, я не знаю, я так до конца и не разобрался, возможно, ты поскажешь. У них, они отличались цены. Там один пишет клиент, что цены такой нет для входа. Ну, ты имеешь в виду клиентов в рамках нашей компании или клиентов разных компаний? Не, разных, разных. Ну, здесь может быть следствие там склеенного, не склеенного фьючерса. Да, да. То есть, возможно, вот я это предполагал, я писал, но это с одним клиентом. То есть, он понял логику, он мне написал и зашел по тем, которые у него, котировки, мы их скорректировали. Там разница была где-то центов 20 или 30, это одно. А второй клиент, который зашортил нефть, и он такой утром пишет, вчера такой говорит, а я получил стоп-лосс. Я говорю, какой стоп-лосс, мы туда еще не доходили. Я смотрю уже, у меня есть там несколько счетов, да, посмотрел там на котировки бренд на другом брокере. Нормально, то есть, мы переписали ночью хай, но это маленькие, а у него где-то вот сюда, вот сюда где-то котировки ушли. Смотрел там все фьючерсы на бирже Айс, ближайшие там, январский, февральский, ну, которые самые ликвидные. То есть, таких котировок нет. Не знаю, что это там за склейки какие-то кривые. Здесь красиво даже трендовая вот легла, локальный такой нисходящий тренд. Посмотрим. Сделка без убытки у нас. Посмотрим, как она отработается. Кто с текущих шортит, конечно, уже риск заложен в данную сделку, но, скажем, среда. Посмотрим. А вот так как-то. Спасибо тебе, Виталий, за комментарии, за сделки. Напоминаю, ждем самые крутые события, возможно, даже не только недели. Сегодня это заседание ФРС, итоги поздним вечером, если ориентироваться на московское время. Завтра Банк Англии и заседание ОПЕК. И пятница как бы на десерт. Это non-farm perils, которые также не нужно будет игнорировать. В общем, сегодняшняя сессия, завтрашняя и вообще оставшаяся часть этой недели будет крайне волатильной, друзья. Контролируйте риски. Это важно. Мы вам всегда об этом говорим. Виталий, тебе тогда исключительно прибыльной торговли. Давай смотреть, как себя активы поведут. Классных выходных и в понедельник у нас с тобой будет насыщенная встреча, потому что придется обсуждать, опять же, мощные тенденции. Спасибо тебе. Все, пока. Удачи. Спасибо. 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 Спасибо.